Говорит Радио Свобода. Суд Центрального района Волгограда выдал санкцию на арест мэра Евгения Ищенко. На таком решении настаивала прокуратура, которая опасается, что Ищенко, оказавшись на свободе, может скрыться и препятствовать ходу расследования. Глава городской администрации был задержан 30 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. В Багдаде убит российский дипломат. Еще четверо похищены. Инцидент произошел в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами. А затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром в Южную Осетию покинули 500 военных, чей срок службы истек. Накануне грузинская сторона обвинила Россию в затягивании ротации и проведении ее силовым методом. Вот что заявил в интервью Радио Свобода госминистр Грузии Георгий Хаиндрава. Не раз уже ставим вопрос о том, что ротация через Рогский туннель недопустима, потому что у нас существует легитимный контрольно-пропускной пункт, и через него должны все сообщения между Россией и Грузией происходить. Кроме того, по существующим правилам должны быть заранее предоставлены командующим план ротации, передвижение, личный состав и количество. Этого сделано не было. Мы будем ставить вопрос о том, что это грубое нарушение суверенитета Грузии, что это давление политическое и военное на Грузию, и это попытка силовыми методами решить конфликт на территории Цинвальского региона. Это был Георгий Хаиндрава. Командование российских миротворцев утверждает, что ротация прошла строго по графику и в соответствии с правилами, предусмотренными мандатом. Президенты России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили и сегодня в ходе телефонов разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. Президенты, как ожидается, обсудят проблемы, возникшие в последнее время в двусторонних отношениях. Радио Свобода. Новости. В иракском городе Баакуба совершено нападение на полицейский блокпост. По сообщению властей, шесть полицейских убиты, по меньшей мере, двое ранены. В окрестностях того же города полиция нашла сегодня восемь безображенных человеческих голов. Пятеро убитых опознаны, они были охранниками в одном из багдадских госпиталей. Обнаружена также записка, в которой утверждается, что погибшие были причастны к смерти четырех врачей и шиитов в этом госпитале и нынешнее преступление – месть за тогдашнее убийство. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны следствием оправданными. Американский генерал Уильям Колдейл заявил, что, как показало расследование, по солдатам был открыт огонь из дома, к которому они подъехали для ареста боевика Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому. Следствие по этому делу пришло к выводу о возможной гибели еще девяти мирных жителей, в дополнение к четырем, о которых первоначально сообщали военные. Это произошло в результате авиаудара. Однако определить точное число погибших не представлялось возможным. Стены дома рухнули, и место было завалено крупными обломками. Обвинения в том, что военнослужащие расстреляли семью, проживающую в доме, где укрывались боевики, абсолютно необоснованы. Как необоснованы и утверждения, что авиаудар был нанесен, чтобы скрыть это преступление. Сказал военный представитель США. Ранее очевидцы заявили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети. В городе Газа выстрелами из приезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хадисиям, один из командиров боевого крыла организации «Хамас», сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов. Представители палестинских сил безопасности сообщают, что раненый Абдель Хадисиям – двоюродный брат министра МВД одного из лидеров «Хамаса» Саида Сияма. «Хамас» эту информацию пока никак не комментирует. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, резиденция которого находится на западном берегу, объявил, что не намерен посещать сектор Газа до тех пор, пока «Хамас» не отзовет с улиц новые силы безопасности, созданные вопреки вету главы администрации. Представители партии Аббаса Фатх сообщили также, что намерены вывести на улицы Джанина свои новые силы безопасности. В ответ на эту демонстрацию силы «Хамаса» напряженность в секторе Газа продолжает нарастать. В результате серии столкновений погибли уже более 10 человек. Лидеры соперничающих партий «Хамас» и «Фатх» неоднократно призывали боевиков прекратить вооруженные нападения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль. Радио Свобода. Новости. В Чехии завершилось голосование на парламентских выборах. По первым предварительным данным, победу одержала консервативная оппозиция, гражданская демократическая партия, набравшая 38% голосов. Социал-демократы, правившие страной 8 лет, получили 30% голосов. В парламент войдут еще три партии – коммунисты, христианские демократы и зеленые. Судя по всему, для формирования правительства консерваторам придется вести переговоры с одной из более мелких партий. Началась международная кампания за превращение храма Святой Софии в Стамбуле и в кафедральный храм всех православных миром. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. Во многих странах мира начался сбор подписей за превращение храма Святой Софии в Стамбуле в действующую церковь. Инициатором движения «Свободной Святой Софии» стал бывший губернатор штата Нью-Гемпшир Крис Спиру, который представил турецким властям план организации «Свободной Святой Софии». В плане говорится, что правительство Турции называет Святую Софию музеем, устраивает в ней торговые выставки, концерты и даже показы мод. Это святотатство и поругание святого места. В свою очередь, группа турецких националистических организаций вновь подала в суд иск с требованием превратить Софийский собор в действующую мечеть. Ранее этот иск был отклонен судом. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул. В Генеральной Ассамблее ООН завершилось трехдневное заседание, посвященное борьбе со СПИДом. Была принята декларация по вопросам глобальной стратегии борьбы с этим заболеванием. На эти цели решено выделять ежегодно 23 миллиарда долларов. Сейчас СПИДом болеют 40 миллионов жителей планеты. С 1981 года от болезни умерли 25 миллионов человек. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте. По адресу www.swoboda.ru Говорит «Радио Свобода». У микрофона «Москве» Виктор Ирофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Авторы детективных романов. Марина Невзорова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. И Сергей Литвинов. Здравствуйте. Здравствуйте. А также главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы «За что мы любим детективы». Вот давайте все вместе подумаем, за что мы их любим. А чтобы наш разговор стал интерактивный, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира. Это 8 800 222 12. Бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. А также мы ждем сообщения на наш пейджер от вас. В Москве 96143. В Екатеринбурге 35887200. В Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Указывайте, пожалуйста, свой город и свое имя. Итак, у нас сегодня два автора детективных романов, популярные авторы. А мы сегодня, наверное, вспомним скандал с кодом да Винчи. Попробуем проанализировать, почему он возник и в чем ответственен автор детективов перед своей аудиторией. Перед конфессиями и перед страной. А пока давайте для начала я спрошу как раз не автора детектива, а спрошу Александра Гаврилова. Кстати, замечательного редактора газеты «Книжное обозрение». Александр, а вот ваше личное мнение. Вы читаете детективы? Вы любите детективы? Я, да, и люблю, и читаю. Ну, мне по роду деятельности приходится читать довольно много разных книжек иногда. Больше, чем хотелось бы. Но детективы — это приятное чтение. И мне кажется, один из простых ответов на вопрос, за что мы любим детективы, это за то, что детективы дают нам возможность легкого получения интеллектуальной победы. Мы вместе с детективом или раньше того, кто расследует загадку, обнаруживаем ответ, прорываемся сквозь некоторые интеллектуальные препоны, и вот тогда получаем... Полный восторг получается, если успеваем это... Успеваем хорошо, не успеваем хорошо. Во всяком случае, мы либо в команде, либо сами по себе совершили некоторую интеллектуальную победу, и сделать это было довольно легко. Вечный вопрос. Принадлежат ли детективы литературы, или это пара литературы, или что это вообще такое на вашем деле? Я как-то однажды неосторожно задал этот вопрос Питеру Акроиду, выдающемуся современному писателю, который свободно себя чувствует и в нон-фикшен, и в файн-фикшен, и в детективах. Он посмотрел меня очень удивленно и сказал, в английской литературе традиции детектива заложены Диккенсом. Если авторитета Диккенса недостаточно, непонятно, кто еще может собой как-то детективы оправдать. У нас Достоевский прекрасно в этом жанре. У нас Достоевский, конечно, безусловно. Хорошо. Ладно, а вот у нас уже звонок есть от Александра из Петербурга. Да, Александр, ваше мнение. Вы любите детективы? Алло. Да, здравствуйте. Если позволите пару минут, то мнение, наверное, значит, вот какое. Что касается детективов, значит, как жанра. Есть замечательное эссе такое у Господи Генниса. Каботажное плавание называется. О том, что все сюжеты уже давно рассказаны. И нынешние писатели занимаются только пересказом сюжетов. Так вот, за что я люблю старые детективы Кристи и Конандуева, это, естественно, за атмосферу старой доброй Англии. Ни за что больше. Вот, поскольку я, как бы, так сказать, очень мне симпатичен такой афоризм, не помню, кто-то сказал, что мне интересно разгадывать кроссворды, потому что до меня кто-то уже загадывал. То есть я не буду первооткрывателем. Что касается входа да Винчи, то мне здесь просто смешно, потому что есть великолепный детектив, это новая хронология Фоменко, если его в этом жанре можно рассматривать. Там сто тысяч идей гораздо более блестящих, остроумных, нежели код да Винчи. Вот почему публика это не читает, а читает код да Винчи? Хотелось бы у ваших гостей узнать. Потому что если рассматривать новых аналогий Фоменко, может он обидится, но не как, скажем так сказать, науку, а именно как чтение для пищи, для ума. То есть это вот такой некий Борхес, скажем так сказать. А можно вопрос задать нашему слушателю? Да, Александр, вам вопрос. Скажите, а почему атмосферу Старой Англии вам интереснее черпать или впитывать из детективов Кристи и Конан Дойла, а не, скажем, из... Ивленово. Ну или совсем наоборот Диккенса, там, сестер Бронте и Трампампам. Значит, что касается Диккенса и вот что касается Достоевского, в свое время пытался Юлиан Семенов доказать, что это детектив. Но, ребята, это не детектив, потому что детектив это действительно легкое чтение. Это создание атмосферы, ауры. Диккенс требует выхода в некие другие пределы. И, во-вторых, Англия Диккенса, она страшна по большому счету. Вот дают читать детям, но... Дети плачут, да. Все, что дают детям читать, все страшно. Хорошо. Давайте тогда насчет того, насчет легкости. Марин, вы согласны, что детектив это легкое чтение? Ну, детектив бывает разное. Вы знаете, та же самая Агата Кристи, которую я недавно перечитала летом, мне показалась невероятно скучной. Я не знаю почему, при всем уважении к этому автору, естественно, мне было читать скучно. Что касая, поэтому, легкости чтения, я не перечитывала очень давно Шерлока Холмса. Но то, что детектив бессмертен, нам доказывает хотя бы то, что до сих пор второй самой покупаемой книгой в мире, после Улисса Джойса, это... Да, но неужели Улисса? Улисс... По-моему, Библия все-таки. Улисс... Что касается... Это Улисс, который когда-то вообще никогда не продавался. Когда-то никогда не продавался, да. Понимаете? Ну, вот, наверное, всем очень хочется выбиться в интеллектуалы. Может быть, покупают, не читают. Это тоже так бывает. Ну, кстати говоря, книга не такая уж и сложная. Если... Ну, ну, интересная, мне кажется. Ну, вот видите, вот... Давайте мы сегодня поговорим... Ой, я хотела про код Довинчева только сказать. Вот, кстати, о лёгкости чтения, да. Я начала его читать ещё до всего этого скандала и до всей этой гениальной пиар-акции, которую мы сейчас наблюдаем уже, апогеи её. Я начала читать с огромным интересом, а потом у меня возникло ощущение, что я присутствую на лекции профессора, так нудно читающего лекцию. Уже все студенты спят, а он всё читает и читает и читает. Потому что там пошли огромные вставные куски, никак художественно не обработанные. Огромный объём информации. Если ты никогда не интересовался и не слышал, кто такие тамплиеры, что такие пентакли и так далее, то на тебя это всё валится. Кто такая Мария Магдалина? Кто такая Мария Магдалина, тоже, между прочим. Не все слышали. Да, они все слышали. Вот, может быть, всё вполне может быть. А почему вообще все так и обиделись? То есть все конфессии вдруг разом обиделись на этот, прямо скажем, невинный, совершенно даже небогоборческий детектив. Ну почему, да, там чистое богохульство даже. Я возмутилась. Человек лояльный, да. Я тогда сказала, я удивляюсь, почему молчит Ватикан, и тут же через два дня Ватикан не возмутился, как барон Минхалуз. Но, безусловно, я войду в ваш разговор. Кот да Винчи, безусловно, книжка невинная, особенно по сравнению с книгой того же Дэна Брауна «Ангелы и демоны», по-моему, она называется. Но в том тексте это полный, извините, бред, конечно. Это бомба из антивещества, подкладываемая под Ватикан. Это 16 убитых кардиналов из 18-ти. Это незаконно рожденный ребенок от папы. Это папа, отравленный каким-то веществом. Ну, извините, товарищ Браун, это бред. А вот, смотрите, Ирина из Москвы нам пишет. В свое время любила классические детективы, очень нравился Жапризо. Жапризо чудесный, кстати, автор. Сейчас слишком их много. Ну, вот, когда много, да, вот, что называется, когда мало, тогда интересно, когда много. Вообще, вспомните, Александр, в советские времена детектив это был почти диссидентский жанр, да? Две книжки в год, по-моему, издавались. Разрешалось, да. И вообще, кто говорил, я люблю детектив, просто на него смотрели с подождением. Так, значит, дальше Ира что пишет? Как-то неинтересно. Брауна прошла довольно давно средний детектив. Ира, я даже думаю, что не средний, ниже среднего, а перевод просто чудовищный. Я просто замер... И там очень кто-то плохо, совсем не владея французским языком, переводил с французского. Там несколько, все-таки, есть фраз по-французски. Там совершенно чудовищно. Но я все равно считаю, что не богоборческий текст. А он не справился просто своим заданием. Тема интересная, но не справился. Вот Браун не справился с заданием. Ира дальше пишет. Но я не люблю фэнтези, а с фильмом мы с дочерью ушли через 40 минут. Вынести это было невозможно. Но говорят, на Аканском фестивале тоже они не могли вынести. И все, добродушно, в общем, признавшись в том, что фильм плохой... Открывают фестиваль. И больше не возвращают. У меня все-таки детективы вот какие вопросы. Во-первых, значит, да, согласен, что детектив может быть хорошей литературой. Согласен, что он может быть и неважным. Но все-таки, вот, Сергей, когда вы задумываете детективный роман, вам хочется поднять какую-то новую социальную реальность? То есть, детектив очень интересно реагирует на все новости, которые происходят в описти. Ну, безусловно. Или вам хочется все-таки кроссворд и интригу? Вот вы как детектив. Прежде всего, конечно, это кроссворд и интрига. Прежде всего, вот. Безусловно. Безусловно, конечно, это интересное, легкое чтение. В сущности, мы пишем для людей, которые читают на диване и которые читают в электричке или в метро. Если человеку не будет интересен роман, читанный в электричке или в метро, это творческая неудача. Так, хорошо. Минуточку. Я еще не закончил. Но, с другой стороны, вот вышеупомянутый автор, обладающий доходом, как мы знаем, в 500 миллионов долларов, это Дэн Браун, он в интервью одном своем сказал следующее, что я внимательно прочитываю свой текст перед тем, как сдать его в издательство, и я вычеркиваю абсолютно все, что не имеет отношения к сюжету. Но это у него не получилось. У него никак не получилось. Это у него не получилось. Давайте все-таки мы продолжим через 30 секунд. У нас реклама. Корреспондентский час. Радио Свобода. В эфире Блодовичинск. Антон Лузгин. В эфире Ставропольский край. Лада Леденева. Льготное лекарство. В эфире Нижний Новгород. Олег Родин. Квитанции с новыми... В эфире Подмосковье. Вера Володина. От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Напомню, что в эфире Радио Свобода программа энциклопедия русской души в московской студии автора ведущего Виктора Рафиева. Сегодня у нас в гостях авторы детективных романов Марина Невзорова и Сергей Литвинов и главный редактор газеты книжное обозрение Александр Гаврилов. Тема нашей передачи «За что мы любим детективы?». Кстати говоря, дорогие слушатели, мы также принимаем звонки «За что мы не любим детективы?». Так что давайте мы активизируемся и поймем, что, какую роль играют детективы, что они значат, какую роль играют детективы в нашей жизни. Вот Галина Евгеньевна нам звонит из Москвы. Да, Галина Евгеньевна, ваше мнение о детективах. Мы вас слушаем. Алло, Галина Евгеньевна. Видимо, Галина Евгеньевна. А вот Дмитрий из Москвы звонит тоже нам. Да, Дмитрий? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Дмитрий Москвич. Да, очень приятно. Вот мне хотелось коснуться темы Брауна. Да, пожалуйста. Я не читал его, но я скажу вам вот свое мнение о том, почему возмущена общественность. Да, пожалуйста. Мне так кажется. Понимаете, люди, представляющие Иисуса Христа Богом, конечно, должны возмущаться. Но сделайте поправку на исламскую версию о том, что Иисус Христос – это пророк, проводник, которому снизошла благая весть. Это сын обычной женщины. Так же, как, скажем, пророк Мохаммад был обычным человеком, но богоизбранным. Так же Иисус был богоизбранным человеком. А все человеческое, ничего не чуждо. Понятно, Дмитрий. Все ясно. Вот Дмитрий изложил свою версию. Я думаю, что Дэн Браун, когда он сказал, что я доволен шумом вокруг моего романа, потому что лучше шум и обсуждение, чем стагнация, он тоже по-своему прав. Вообще, каждая книга будоражит. И в каждой книге, если эта книга действительно и в ней остроумный и сильный сюжет, это книга, которая ломает какие-то стереотипы нашего сознания. И богоборческие книги, богоборческое творчество, это вообще тема и 18 века, французского просвещения. Мы к этому, если мы культурные люди, мы к этому привыкли. Не надо от книги требовать, чтобы она отвечала всем задачам политической корректности. Тогда у нас кончится литература. Виктор, вот тут я, наверное, попробую все-таки вторгнуться в плавное течение культурной мысли. Дело в том, что действительно к массовой литературе и к детективу, в первую очередь, есть смысл прилагать несколько особенные мерки. Вот, вот об этом как раз сегодня я бы и поговорил. Потому что за счет того, что это, как сегодня уже упоминал наш слушатель, легкое чтение, получается, что огромный массив информации читатель получает только через этот канал, только через это легкое чтение. Вот говорю уже наш слушатель о том, что неплохо бы быть корректным. И, во-первых, ответственность человека, который вступает на поле массовой литературы, как ни странно, выше, чем ответственность человека, работающего в традиционной, то, что называется, высокая литература или качественная литература. Я уже, к сожалению, этого самого, будь не ладен, Дэна Брауна вынужден был несколько раз говорить на разных радиостанциях. Мне пришла в какой-то момент смс-текстный эфирный пейджер, который вот точно сформулировал для меня то, почему я не люблю Дэна Брауна персонально. Милая барышня из Москвы написала, почему вы рубаете книгу Дэна Брауна? Ведь из нее мы впервые узнали о роли Марии Магдалины в жизни Иисуса Христа. А без нее. И она об этом говорит на полном серьезе, потому что она действительно открыла для себя огромный кусок реальности. Исследования социологов показали, что россияне получают информацию о их собственной жизни, о жизни современного общества из сериалов на 40% больше, чем из новостных программ. Они больше верят в сериалы более жизнь, чем новостные программы. И поэтому мне кажется, что когда авторы детективов сегодня говорят, да, ну, боже мой, мы не толстые, не Достоевские, что мы играем, лишь бы вечность провести. Они, в общем, немножко играют сами с собой в поддавки, потому что читатели-то их читают временами так серьезно, что вот свет их выносить. Сергей, тогда получается, что детектив, это должна быть газета «Правда». Вот там должно все аккуратно выберено под... Ну, лучше, чем газеты. Передавиться газетой «Правда». Передавиться. Я вот что-то как-то с этим не владу. Потому что, посмотрите, ну, ведь мы, наверное, в России привыкли, что книга, она не врет, и все, что в книге, есть реальность. А, например, французы всегда имеют допущение, что книга – это сон. Вот если женщине приснилось, что у нее роман с соседом, это же у нее не роман с соседом, ей это приснилось. Вообще, каждая книга – это сон. И детектив – это легкий сон такой, ну, воздушный сон. Никого не убивающий, я имею в виду читателей, а не герои, да? И, может быть, вот если бы мы туда переключились, было бы удачнее. Потому что, если мы возьмем эту линию, которую высказывает Александр Гаврилов, то тогда мы, в конечном счете, должны будем сложить крылышки и сказать, что детектива не будет. Потому что тогда надо убивать только очень плохих людей и объяснять это. Ну, почему? Хороших людей тоже убивают вживе-то. А, тогда можно так потолкнуть. Только относиться к этому нужно вполне естественно. Я думаю, что мы можем тогда потолкнуть людей. В общем, ну, как бы, вот если мы выберем эту линию, относиться к детективу или к правде, или к газете правде. Мне думается, что все-таки есть понятие риторика, есть понятие вымысла и есть понятие того же богободчества. Вот Сергей пишет из Москвы. Все домашние библиотеки России наполнены сочинением атеистов и еретиков, но почему-то всех достал именно Кодда Винчи. Я думаю, что это случайность. То, что Мария Магдалина и Христос, и эта тема муссировалась многие-многие-многие-многие сотни лет, и никого она не доставала, это было нормальное культурное переживание. А вот когда мы вдруг ослабили наш культурный потенциал, то вдруг, ослабив, мы пришли к мнению, ой, так нельзя. А что делал Вольтер? А что делал Пушкин в Гаврилиаде? Пушкин вообще черт знает, что делал. И, кстати говоря, Пушкин распространялся в списках не менее чем, я имею в виду не количество, но качество не менее чем Дэн Браун. Я думаю, что все-таки, вот в чем принципиальное отличие Пушкина от Дэна Брауна, ни единый читатель Пушкина не поверил, что так оно все и было на самом деле. А у Дэна Брауна таких читателей, к несчастью, довольно много. И вот французскую традицию Виктор описал, я думаю, довольно точно, а англосаксонская, например, традиция все-таки не такова. Я несколько лет назад побывал впервые на Эдинбургском книжном фестивале, настолько заболел этим, что теперь вот будем в Москве проводить книжный фестиваль с 30 июня по 2 июля этого года впервые. И там был поражен тем, как по-разному публика смотрит на писателей, ну вот просто писателей и писателей-детективщиков. Покуда это просто писатель, который что-то там себе такое совершенное, там лауреат Букера, лауреат каких-то еще удивительных там премий. Все люди сидят, держат на лице выражение приличной скуки, некоторые дремлют. А вот как только появляется детективщик, тут глаза пылают, руки дрожат, понятно, что сейчас пойдет про кровь и любовь. Слушай, вы должны пригласить нас на Эдинбургский фестиваль. Да это обязательно, я думаю, что это и случится. Сергей, почему глаза пылают и руки дрожат от детектива? Что? Это какое-то специальное литературное шоу-детектив. Вот вы когда начинаете писать, вы понимаете, что вас должны носить на руках, обожать. Мы развлекаем почти меньше публику. Вот, вот, Александр, видите, развлекаем. А когда развлечение, то значит это и шоу, и восторг, и переживание. И беда в том, что хотелось бы вообще покончить с этим Дэном Брауном. Ну, все, завтра. И покончить, действительно очень хотелось бы. Минуточку. Закончил, покончил. Честно скажу, читал, не отрываясь, две ночи этого Дэна Брауна, написано необыкновенно завлекательно. Необыкновенно, не оторвешься. Но беда-то вся в том, и вот совершенно правильно в вашей, Саша, газете было написано, что самое большое разочарование года, это Дэн Браун с кодом да Винчи, что он обещает открытие каких-то необыкновеннейших памятников. Самое большое разочарование, это большой комплимент. Если бы было такое среднее, равнодушное. Вот посмотрите, даже у нас здесь втроем есть разные мнения, а это значит, как-то эта книжка задевает, и покончить с ней не так просто. Там есть какая-то определенная идеология, мне так кажется, понимаете, потому что опять это, я не хочу говорить о происках сионизма, но что-то этим попахивает, понимаете, или есть продолжение Иисуса на земле, то опять-таки иудейский народ, он самый Бога избранный. И это мне неприятно. Об этом поговорим после краткой сводки новостей. Я скажу, что сегодня 21.07, в воскресенье в 2 часа ночи, слушайте повтор программы «Дороги свободы», почему нацпроект по поддержке материнства не будет реализован, а мы на волнах радио «Свобода» продолжаем программу после новостей энциклопедия «Русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены, их имена пока не называются. Инцидент произошел в одном из западных районов иракской столицы. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. В Назране совершено покушение на главу МВД Ингушетия Беслана Хамхуева. Минувшую ночь рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. Суд от центрального района Волгограда выдал санкцию на арест мэра Евгения Ищенко. Глава городской администрации был задержан 30 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий незаконной предпринимательской деятельности. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром Южную Осетию покинули 500 военнослужащих. Президент России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили сегодня в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. Министр иностранных дел Ирана Маначер Матаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по регулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Он также сообщил, что в ближайшие 48 часов в Иран прибудет один из руководителей Европейского союза Хавьер Салана, чтобы официально передать новый пакет предложений. В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Около 400 сотрудников полиции участвовали в рейдах в районе Торонто. По словам представителя полиции, антитеррористическая операция будет продолжена. В Чехии завершилось голосование на парламентских выборах. По первым предварительным данным, победу одержала консервативная оппозиция, гражданская демократическая партия, набравшая 38% голосов. Харьковский областной совет предоставил русскому языку статус регионального. В поддержку действий депутатов после здания совета проходит многотысячный митинг. Большинство участвующих в акции сторонники партии регионов Виктора Януковича. На «Волнах радио Свобода» мы продолжаем передачу энциклопедии «Русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях авторы детективных романов Марина Низорова и Сергей Литвинов, а также главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, за что мы любим детективы. Звоните нам по телефону 8 800 222 12 и шлите сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00, абонент «Радио Свобода». Значит, мы говорим о детективах, у нас разное мнение по Дэн Брауну и вообще по значению детективов. Марина нам еще не ответила на вопрос, нужно ли быть детективщику как автору газеты «Правда», то есть вести себя корректно, или наоборот, можно, что называется, гулять по буфету и писать все, что угодно. Как вы относитесь к своим текстам? Очень я не люблю слово «текст». Хорошо. У меня просто как-то это все вот. Я, когда слушала Сережу, я вспомнила светлой памяти главного редактора «Аргументов и фактов» Вячеслава Старкова, который все время говорил, что мы должны писать так в газете, чтобы женщина в метро нас понимала. Вот я вообще не представляю себе своего читателя вовсе. Не представляю? Не представляю. Я не пытаюсь ни развлечь, ни увлечь. Вот мне что-то вот пришло. Но получается, тем не менее у вас это получается. Вот что-то мне пришло, да, вот, например, я не знаю, как Сережа, первые свои книжки я писала так, я знала, кто убил и почему. И это было все. А как иначе-то? Весь тот мой небольшой багаж, с которым я вступала в это плавание. Потом откуда-то появлялись граждане, начинали мне выворачивать руки. Была такая статья когда-то много лет назад, у Станислава Рассадина шел в комнату, пошел в другую, попал в другую. О том, что литературные герои, они оказываются такие сильные, они могут обижаться, в общем, они получаются как живые люди на самом деле. И как бы я... У вас, герои, Сережа, марионетки, то есть вы полностью владеете их поведением или они врываются у вас? Нет, они живые люди, но тем не менее, конечно, автор детектива должен с самого начала знать, кто убил, почему убил, зачем убил. Хорошо бы кого. Кого убил, это зают все читатели, в том числе и автор, на первой же странице, хотя есть разные, вообще говоря, детективы. А вот вы ставите целью, чтобы читатель не узнал об этом? Ну, безусловно. Безусловно. И вы тоже, наверное, ставите. Безусловно. Или вам наплевать? Безусловно, у меня нет никакой цели, понимаете, вообще, не в писательстве. Это вы живете по Канту. Кант считал, что у творчества нет цели. Правда, Александр? Вот нету никакой у меня цели, потому что они меня ведут, и более того, когда я, например, начинала третью книжку, я так устала от обилия своих героев. Что вы кого умертвели. Нет, нет, я решила, это, кстати, очень удобно, это вот большая роскошь детективиста, что если уж герой очень тебя достал, то ты можешь его, так сказать, отправить в царство небесное. Но, что я хотела сказать, смысл на этом остановить. Ну вот, я все равно, можно я перебью, потому что мы... А, я прошу прощения. И вот так вот я начала писать третью книгу, я не успела оглянуться, у меня 15 человек уже набилось. Откуда они взялись, вот я не знаю, говорю, как на духу. Набилось в смысле в виде трупов? Нет, они набились уже как герои, они стали появляться, появляться, появляться. А хотелось написать книжку очень такую замкну. А я хотела как-то немножко, ну, трудно, потому что трудно, их много, потому что вот один раз могу покаяться. Я один раз забыла человека в засаде на три дня и забыла. Это где, это у Гайдара есть рассказ такой, помните, как мальчик назначили, а потом... Мальчик телевизор, да, да. Я забыла совершенно. У нас Марина Борисовна звонит нам из Петербурга. Марина Борисовна, вы любите детективы? Ну, я не очень люблю детективы, но меня покоробила фраза вот вашей собеседницы. Да, пожалуйста. Мадам Невзоровой. Да. По поводу иудейского народа, что так она на него, как бы, тема, что он ей сделал такого плохого, если он дал Иисуса Христа и других вдающихся личностей? Хорошо, Марина Борисовна, сейчас мы попросим Марину объясниться. Вот это большая ошибка. Не иудейский народ дал миру Иисус Христа, а Господь Бог. Он не сын иудейского народа, а он Божий сын. Вот это очень существенная вещь. Вот и всё. Иудейский народ ничего мне плохого не сделал. Я сама частично принадлежу к этому народу. У нас тут ещё раз написала одна слушательница, я не буду называть имя, потому что она... Вот тут есть интрига такая детективная. Она пишет, что по долгу службы мне пришлось прочитать всего Акунина. Правда, я не уверен, можно ли его назвать детективщиком, но с тех пор я не могу слышать его имя. Вы согласитесь со мной? Если ответите, не называйте самого Акунина в эфире. А вот я как раз не назову вас. И тогда, наша дорогая слушательница, тогда можно назвать Акунина. Александр, как Акунин и детектив? Как вообще к ней надо понимать? Нет, Акунин как раз классический детективщик. И мне кажется, что как раз вот Акунин, он понимает, что он детективщик. У него вообще такая творческая манера, чрезвычайно интеллектуальная, холодная. Детективы его так вполне демонстративно на интеллектуальскую потребу сшиты живыми нитками из кусков разных традиций. Но это же коммерческий проект. Вот давайте. Да. Ну вот смотрите. Сейчас мы потихонечку перейдем к коммерции тоже. Про Акунина трудно говорить, потому что, по сути, я как-то спросил у Григория Шаловича Хартишвили. Скажите, а какое отчество у Бориса Акунина? Как Григорьевич, конечно, сказал Чахартишвили. Вот мне интереснее говорить про Чахартишвили, про папу его. Потому что здесь понятно, что и сам Акунин тоже сочиненная фигура. Это такой человек, который делает коммерческий продукт высочайшего интеллектуального качества. Персонажный автор. Назовем это. И в этом смысле замечательный. Да, мне кажется, как проект, это очень удачно. А вот то, что оттуда холодом веет, это тоже правда. И на русского читателя привыкшего очень... Ну там, по-моему, веет холод и от папы, и от сына. Иногда и могильным холодом, извините. А вот от Достоевского не веяло холодом могильным. Смотрите, Андрей что пишет. У нас сегодня, кстати говоря, больше пишут на пейджер, чем звонят. Это любопытно. Чем теплее, чем ближе к лету, пишут больше на пейджер. А чем холоднее звонят. Вот надо будет как-то расследовать это тоже. Андрей напишет. Сейчас молодые писатели детективных книг сплошь и рядом пишут матом. Как вы относитесь к такому явлению? Пушкин и Синин тоже писали матом, но у них все в точку, в кавычках. А современные многоточие, Андрей. Ну что, давайте женщине дадим слово. Марина, вы пишите. Можно одно слово? А вот заинтересно. По-моему, ведущий нынешней передачи, гражданин Ерофеев, тоже очень много писал матом. Но не в детективах. Но не в детективах. В вашем случае позицию ты явно должен иметь. Давайте послушать, как гости, хором спросим хозяина. Нет, вы знаете, дело в том, что я считаю, что есть маты, 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 маты. Очень разные маты. И есть мат, который отвратительный. Я не глубоко отразительный. Это агрессивный мат из подворотни. Это мат мужика пьяного, который бьет свою жену, своих детей. Он мне не только отвратительный, он мне враг. И я считаю, что вся Россия должна ополчиться на такой мат, на такую функцию мата. Но когда Екатерина Вторая или Пушкин или Есенин использовали мат как игрушку, как вот назовем это слово роскошь, когда это была такая щепотка, ну, я не знаю, в специи, добавленная в язык. И все понимали, что это не касается никакой агрессивности, никакой злобы. А это, наоборот, вымывает злобу. И вымывает даже злобу не только из этих слов, но даже из тех действий агрессивных, которые порой некоторые из этих слов означают. То есть происходит оккультуривание даже не мата, а языка. Тогда я целиком из-за... Мне кажется, что мы в России очень часто все смешиваем в одну кучу. И говорю, вот это отвратительно. Да, это точно отвратительно. И поэтому, когда я использовал эти слова, то это была вот та самая игрушка, вот тот самый Барков, который пытался из этого сочинить некоторое новое и некоторое нестандартное отношение к такому, прямо скажем, забористому слову. Но вот в том, что наш слушатель написал, есть еще одна очень важная проблема, проблема точного слова. Ведь он дал возможность, разрешил Пушкину, Есенину и кого там забыл еще писать, но это было точно. И вот здесь действительно и у меня есть большие претензии к современным детективным авторам, слава богу, не к присутствующим, которые зачастую позволяют себе очень такое вот строчкогонное письмо, когда понятно, что ему хотелось просто написать еще одну страницу, заработать еще один доллар. Мы сейчас еще поговорим насчет коммерции. Я вот еще к чему хочу вернуться. Некоторые говорят, вот мат уместен тогда, когда он к месту. Вот такое чувство, это автология. То есть вот, значит, если слесарь вошел в дом и он ругается, вот тогда уместно. Потому что слесарь так, вот это-то как раз полная лажа. Мат уместен тогда, когда он неуместен, но он должен превратиться в парадокс. Если мат не превращается в парадокс, а несет вот ту самую нагрузку, он, конечно, опасен, потому что он культивирует агрессию, которой в нашей стране слишком много. И здесь я понимаю тоже, кстати говоря, Александр, вот я человек не всегда осторожный, но здесь я приму эту точку зрения. Если детектив культивирует агрессию, а это бывает у наших некоторых популярных авторов, например, нелюбовь к интеллигенции, нелюбовь к каким-то национальностям и все прочее, я против этого. Потому что я считаю, что у нас и так много. А когда человек сидит в метро или едет в электричке, да ему это еще сообщается, он может действительно поплыть. Но с другой стороны, мне кажется, что к детективу, вот я не знаю, к детективу надо действительно относиться легко, как к поэзии, и не принимать его до конца, как наукообразный текст о правде. Но с другой стороны, не позволять этому детективу тоже, этому детективу превращаться только в развлекаловку. Правда, если будет развлекаловка, вот тут, как правильно мне писали уже, слишком будет много, потеряется жанр. И мы уйдем от того важного момента, когда, мне кажется, через этот жанр лучше понять и общество. Я считаю, что лучше понять. Историю можно понять и многое другое. А потом вообще, почему мы имеем право вообще только рассуждать с точки зрения интеллектуального? Ну, есть люди, которые не любят читать. Есть люди, которые, ну, не хотят читать книжки, а детективы любят. И слава богу, на Западе детективы никогда не запрещали, советской власти там у них не было. И все знают, что вот полочка, здесь стоят детективы. Кстати, огромная полка, не полочка, а полочка. И туда идут, и никто туда идет не читать, там, допустим, того же Канта или того же Достоевского знают. Они развлекутся, получат удовольствие, оттянутся. Да, Семенон, Агата Криси, прекрасные авторы. Я вот, например, считаю, что мы страшные ханжи. Ой, не будем читать ДТИ, ой, не будем читать Акуни. Да читайте, только знаете, каждому мне. А если мы будем читать Акунина, вот этого вымышленного персонажа в качестве нашего Толстого, а Толстого переведем ДТК, не будем, у нас много звонков и много-много сообщений. Валерий Аркадьевич из Королёва, будьте добры, ваше мнение. Здравствуйте. У меня, конечно, безусловно, есть мнение определенное. Я, например, очень давно уже детективами не засоряю голову, читаю более, так сказать, интересные и полезные вещи. Что касается современного... Интересные или полезные? Да. Что касается современного детектива, то, извините, при чем здесь иностранные персонажи? У нас в России детективных ситуаций в одной экологии, в одной Госдуме. Пишите на здоровье, раскрывайте этих нечистоплотных людей. Хорошо. А что касается мат, у меня фонограммы есть, руки в исполнении Качава, вы знаете. Да, это, наверное, здорово. Это вещь интимная, ее нельзя, как раз, транслировать. И когда, допустим, кто-то, я знаю, разговаривает матом, да я его на порог в собственную квартиру не пущу. Я с вами согласен. И кто-то по телевизору-то выпущу всякую нечистоплотную, так сказать. Валерий Акадьевич, я с вами согласен. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я согласен и по поводу того, что когда Качалов читает, вот там-то как раз и там идет игра и веселье. Да и, кстати говоря, скажем так, что иногда, когда юные девушки тоже пропустят какое-то слово, не будучи Качаловым, то это тоже обостряет ситуацию в лучшем смысле этого слова. Смотря в какой позиции. Ага, ну в позиции, конечно, разговорных. Юлия нам пишет. Смотрю на мир с 13 лет через детектив Дюма Тримушкетера. Там есть все. Экономика, политика, честь, совесть, кулинария. Гениально, Юлия. Кулинарию не помню трех мушкетеров, но написали здорово. Сразу чувствуется, да, что завтрак на траве такой. Одежда, отношение церковной и светской власти, патриотизм. До сих пор настольная книга. И дай вам Бог, Юлия, чтобы эта книга вам всегда была, ну как это, такой лампочкой Ильича, да, светила бы и радовала бы по жизни. Надо выбирать и не бояться выбирать такие. Юрий Ильич из Москвы, мы вас слушаем. Здрасте. Здравствуйте. Ну я не по... Я хочу вернуться к фрагменту, который у вас был несколько раньше. Давайте. Давайте, конечно. Вот у вас дама есть, я не запомнил ее... Невзорова, Марина Невзорова. А вы насчет сионизма, да? Она вот-то произнесла такую замечательную фразу, что на нее повеяло сионизмом и богоизбранностью. Во-первых, я не понял, какая связь сионизма с богоизбранностью. Во-вторых, ну вот что делать, что еврейский народ впервые забрел единобожие? Что, нам историю переписать или что делать? Как это есть в конце концов? Вот у меня в передачах совершенно замечательно, в энциклопедии русской души. Если, значит, у меня приходит на передачу три человека, и у них какие-то фамилии такие, не на ов кончаются, то мне, значит, звонят или пишут на пейджер, не подписываются. Какие-то люди говорят, ну что Серафеев не мог пригласить, значит, других. Вот в прошлой передаче были казаки, значит, все молчали. Как же, значит, пришел атаман. Значит, вот это замечательно. Значит, если в одну сторону идет, значит, с одной стороны, с другой стороны. Мне кажется, дорогие друзья, каждый имеет свое мнение и может отставить его. Другое дело, что есть границы, и правильно тут, Юрий Ильич, тут есть границы. Если, конечно, вот мы скажем, Марина, вы антисемитка, и Марина скажет, да, я антисемитка. Тогда мы вообще задумаемся, скажем, зачем мы ее пригласили. Ну, вы антисемитка, Марина? Да нет, конечно. Вот, да нет, конечно. Вас удовлетворяет, Юрий Ильич. Все, Наталья, поехали дальше. Наталья из Москвы, слушаем дальше. Да, добрый вечер. Да. Здравствуйте. Я хочу сказать, что когда человек пишет неочищенный от страсти, от грехов, он в эти книги свои вкладывает эти свои недостатки. И читатель, он заражается этими пороками. А вот читая, допустим, Евангелие и творение святых отцов, он не только не заражается чужими грехами, но еще от своих очищается. Очень, очень правильно. И у меня такой вопрос вот к авторам детективов. Говорили ли они когда-нибудь правду, истину окружающим людям? Если говорили, то сама жизнь должна для них стать детективом. Зачем же что-то еще придумывать? Наталья, я так понимаю, что вы богопослушная и очень богобоязненная женщина. И я и такую точку зрения, безусловно, принимаю. Если человеку нужен текст, который как от вирусов свободен от грехов, пусть этот текст будет. Мне кажется, что у авторов детективных романов просто другие цели. Я не думаю, что это грязные тексты. Я не думаю, что они засоренные тексты. Хотя есть, наверное, просто в любых жанрах плохие книги, которые как семечки, да, Сережа? Одним полезно, другим не полезно. Я не считаю детективов. Тут я поспорил бы с нашим слушателем, который сказал, что я вот как бы детектив не считаю засорять голову. Мне кажется, что можно засорить голову и советской книжкой, да, и какой-то, в общем, книжкой, в которой есть много националистических и гнусных мыслей. Мне кажется, что детектив, давайте все-таки скажем, что мы в России к культуре часто относились как к некоторому поучительству. Да, Александр, вот пусть нас культура научит. Давайте немножко развлекаться. Другое дело, тоже не скажем, что вот только будем развлекаться и больше ничего другого не делать. Я думаю, Сергей, тоже вы не только развлекаете людей. А теперь насчет грязи. Вы пишете ради денег, Сергей, вот честно. И ради денег тоже. И ради денег тоже осознался автор. А вы задумываете, сколько книга вам принесет денег? Конечно, конечно, естественно, естественно, конечно. Вы в налоговой полиции не работаете? Нет, нет. Вы много ли офицеров в налоговой полиции слушаете? А что, у вас какие-то, у вас какие-то есть взрывки, что ли? Нет, нет, мы абсолютно чистые, прозрачные, англоподобные. Но я хотел бы сказать немножко о том, вот вы определили Марину как автора кантоподобного, так скажем. Но мне кажется, что авторы в основном вот такого авантюрного, детективного жанра, это авторы, я бы сказал так, первобытно-общинные. Интересно. Давайте вот обратимся, например, к Нобелевской лекции Грасса, да, и он там писал, откуда вообще взялась литература, потому что откуда она бысть пошла? Вот собирались люди у костра, где-то в пещере, и за неимением телевизоров кто-то один рассказывал историю. И рассказывал, наверное, в каждом племени один, ну, может быть, максимум два человека. На эту должность, так сказать, избирали того, кто или сам видел больше, или что скорее мог выдумать больше, рождались мифы, рождались истории. И я считаю, что вот мы работаем в постоянном соавторстве с моей сестрой Аней Литвиновой. И мы прежде всего думаем о том, чтобы вот этим людям, собравшимся у костра на диване, в метро, в электричке, им было интересно, им было интересно, чтобы они не оторвались, чтобы они не убежали куда-то в темноту или к другому костру. Вот, по-моему-то, самое главное. По-моему, еще правильно. По-моему, еще... Так, смотрите, тут... Ну, это у каждого свое, понимаете? Вот я говорю, что я действительно не вижу. У меня другая позиция. Если я пишу, и мне интересно, вот если мне самой интересно, понимаете? Ну, если вам самой интересно, то 99% будет интересные читатели. 9% стоят, будут интересные читатели. Это тоже такой есть подход. Вот, ну, вот, чем богаты, тем и рады. Наша передача всколыхнула мозги наших слушателей. Без подписи, ну, прочитаю. Если композитор не любит слово партитура, живописец не любит слово колорит, а пишущий не любит слово текст, то об искусстве речи нет. Пишет нам аноним. Аноним. Это, опять, сегодня у нас на Марину вообще атака ищет. Ничего справедливого. Да. Ну, а что? Почему текст не любит это слово? Объясняйте нам. Оно какое-то очень плоское, понимаете? Что такое текст? Вот текст. Телефон прямого эфира, пейджера. Вот это вот текст. Понимаете? Я не знаю, вы... Айна, а у вас что? Вы филолог. Знаете... Не, ну, мы привыкли, я думаю, Александр, правда, к слову текст относится иначе. У вас книга. Да, а когда это еще не стало книгой, когда это в компьютере, как вы это называете? Когда это не стало книгой, это рукопись, совершенно верно. А если всего 10 страниц написано от этой книжки, как вы это называете? Да ладно, да ладно, ну, ладно. Слушайте, есть замечательное, есть замечательное приглашение на Катю, на меня. Сергей пишет, эволюция свободы скоро вас приведет на Лубянку. Ого. Слушайте, методы допросов слушателей напоминают ГБшные. Сергей, я никогда в жизни, никогда в жизни не получал такой высоко-ГБшный комплимент. Спасибо вам большое. На самом деле, Сергей, я вам скажу, что я люблю дотошно спрашивать людей, потому что наши российские люди, когда они открываются, а допросы касаются не их тайной жизни, а касаются их мыслей, то, вы знаете, очень интересно. Очень интересно, я считаю, что наши люди полны воображением, почему я и веду эту программу «Эциклопедия русской души». Дают огромное количество материала для письма и для взаимоотношений, поэтому это не допрос, это нормальный писательский интерес к людям. А за такое остроумное сообщение вас благодарят. Это чего было? Лидия обеспокоенная. Скажите, мат уже вошел в обиход? Да, давно. Лидия, наверное, в автобусе влюбился в магазин. Проснулась Лидия и сказала, что какое милое у нас тысячелетие на дворе. Вот такие вот истории. Так значит, давайте мы все-таки... А, еще есть еще такое шуточное. Мы, законопослушные россияне, обязаны любить детективы, ибо наши глобальные бизнес-владыки объявили, что удвоить ВВП можно только, если заменить властителей дум на властителей инстинктов. Кстати говоря, Георгий, неплохо закручено. Я хочу вернуться к теме денег. Марин, вот вы не знаете, что делать с героем, а знаете ли вы, что вы будете делать с вашим гонорамой, если он вообще грядет? Я имею в виду, вы пишете для денег. Значит, нет, я когда начинала, я совершенно об этом не думала, потому что хотела писать давно, а начала писать, как видите, уже под зарю вечернюю. Да ладно вам, это уже какое-то кокетство. Ну, а почему же мне не пококетничать, в конце концов? Хорошо, принято, принято. Вот, поэтому, ну, все дело в том, что когда я начинала первую книжку писать, я еще работала журналистом. А потом как-то стало так, получилось, что я ушла из журналистики, и это стало моим единственным заработком. Поэтому, да, вот сейчас, буквально днями я стала думать, что надо писать, то есть не надо писать ради денег, а надо уметь относиться, когда книга написана... Не подается вдохновение, но можно рукопись подать. Совершенно верно, потому что на рынке все становится товаром, начиная от джакон до ночного горшка. И поэтому вот тут уже все, так сказать, мои амбиции... Кроме людей, кроме людей, подчеркнем это, иначе будет страшно. Я говорю уже о предметах, и искусстве, и так далее. Вот, поэтому, конечно, и тут вот очень хочется, чтобы господа издатели были более благосклонны. Ну, то есть больше платили бы, конечно. Кому ж не хочется? Я считаю, что надо выдавать премии уже за сообщение на педжи. Посмотрите, Владимир, как написано. Ерофеев, а вдруг люди поверят в детективную жанру и перестанут верить друг в друга? Это очень хорошо, Владимир. Давайте вот, у нас мало остается времени. Сергей, что делать вообще, если люди поверят детективному жанру? Есть ли тут соединения, перестанут верить друг в друга? Я хотел бы сказать о детективе и о деньгах, да, о детективе, о коммерции. Сейчас слишком многое называется детективом. И я думаю, что если сейчас бы Фёдор Михайлович Достоевский принёс бы в хорошее, большое издательство свой роман «Братя Карамазова», а тем паче преступление и наказание его бы обязательно выпустили под в серии психологических детективов. Две звезды, ну, одна звезда, звезда психологического детектива. Всё, нам надо уже кончать, дорогие друзья. Всё, вот наш детектив подходит к концу сегодня. И кто же убит? Да, сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода» слушайте «Итоги недели» ведёт программу Дмитрий Волчук. А мы заканчиваем нашу передачу «Энциклопедия русской души». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вёл передачу Виктор Ерофеев. Решение принято. Устинов Владимир Васильевич освобождён от должности генерального прокурора Российской Федерации. Мы рассчитываем на то, что Иран сядет за стол переговоров. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. НАТО ввод из Крыма! НАТО ввод из Крыма! Мы договорились, что следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71 и 24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова